Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Полина Бахова. И сегодня у нас в гостях директор Одинцовского историко-краеведческого музея Светлана Геннадьевна Раханова. Здравствуйте, Светлана Геннадьевна! Здравствуйте! Светлана Геннадьевна, ну и первый и важный вопрос, наверное, для многих горожан. Как работает музей после пандемии? В таком же режиме или есть какие-то изменения? Дополнения, может быть, к работе? Музей открыт, работает в штатном режиме. Но, конечно, пандемия не прошла мимо нас. Многие ограничения сняты. Мы уже можем принимать посетителей более 20 человек. Просьба все та же – быть в масках. Обязательно звонить в музей и бронировать время. Потому что в музее может быть только 25 человек. К сожалению, пока больше нельзя. Но это уже шаг вперед, потому что буквально полтора месяца назад было всего 12. Да, уже прогресс. Да, уже прогресс налицо. И у нас уже есть надежды на новые проекты. Мы уже можем звать к себе в гости наших любимых посетителей. Теперь к нам могут прийти не только дети и молодые люди. Но наши двери открыты для активного долголетия. По вторникам мы принимаем активное долголетие, которое соскучилось по информации, по истории, по общению. По общению. Но в то же время, если я иду мимо и увидела ваш музей, захотелось мне зайти туда, посмотреть экспонаты, меня не пропустят. Нужно только предварительно записаться. Пока у нас не каждый час экскурсия. Вы можете просто попасть в то время, когда экскурсии нет, и мы с удовольствием вас примем. Если у нас группа не больше 25 человек, то мы вас можем просто к группе присоединить. Если так случилось, что пришла к нам большая группа, и пришли вы с друзьями или просто мимо шли, мы все равно вас примем. Единственное, что может быть мы вас попросим, немножко погулять и ознакомиться с уличной экспозицией. Для того, чтобы группа, которая на первом этаже, поднялась на второй, и мы вас тогда примем на первом. То есть, вот единственное, может быть, ограничение, что мы можем попросить вас немножко погулять. Немного подождать. И посмотреть экспонаты прекрасные, которые у нас расположены вокруг нашего музея. И тогда в связи с тем, что, в принципе, ограничения уже снимаются, будут ли вестись в том формате, в формате пандемии, те мероприятия, которые были в период коронавирус через электронную сеть, онлайн. Да, конечно, конечно. Вы, наверное, знаете, что музей не прекращал работу ни на один день. Несмотря на то, что музеи мы не могли принимать людей, мы ушли полностью в соцсети. Каждый день у нас выходит ролик, который рассказывает либо о жизни музея, либо о каких-то экспонатах, либо о жизни нашего Одинцовского округа. И даже о природе у нас есть прекрасные ролики о природе нашего края. Поэтому, конечно, эта форма общения, она не уйдет. Наши экскурсоводы и методисты владели мастерски уже второй, можно сказать, в профессии. То есть они чудесно снимают ролики, уже умеют накладывать звук, какие-то эффекты. Мы так что, мы вам конкуренцию создадим такую здоровую. Поэтому, конечно, это уже от нас не уйдет. Это останется навсегда. И это, конечно, очень удобно, потому что люди уже привыкли следить за новостями. Во время пандемии на нашей страничке подписалось очень большое количество людей. Это и молодые совсем люди, которые почему-то, не то что почему-то, из-за пандемии не ходили учиться. Но им нужна была дополнительная информация для того, чтобы делать свои домашние задания. Это и люди пожилые, которые тоже освоили компьютеры, планшеты. И тоже теперь уже мастерскими совершенно владеют. И они тоже нас смотрят и интересуются. Также во время пандемии у нас было онлайн-открытие выставок. То есть когда в музее не было посетителей, а выставки открывались. И онлайн мы вели репортажи открытия выставки. Для нас это было абсолютно непривычно, потому что всегда хочется видеть глаза, всегда хочется слышать критику или, наоборот, какие-то слова доброжелательные. А когда ты говоришь в пустом зале и показываешь работы, и говоришь о выставке, было очень непривычно. Но теперь этот формат тоже остается. Теперь, слава богу, к нам могут приходить наши гости. Но те люди, которые по каким-то причинам не смогли прийти к нам в музей, они не остаются без информации. Они все равно могут присутствовать виртуально. То есть можно сказать, что ваши возможности расширились в этот период. Да, мы многому научились. Аудитория стала больше, шире. Вы стали более профессиональны в какой-то совершенно другой для вас отрасли и по-другому подошли к профессии. Правильно? Да. Вы знаете, я могу вам сказать, что профессия экскурсовод. Экскурсовод – это всегда лицо музея. Это просто бренд музея. Всегда это был человек, который ведет экскурсии, ведет мастер-классы, ведет лекции. А теперь это еще и оператор, это еще и монтажер, и звукооператор. И еще он работает в кадре. И ведущий, и режиссер. Да, то есть все эти профессии, ну, конечно, в минимальной форме, но тем не менее нами освоены. Ну, вы большие молодцы, хочу вам сказать. Скажите, какие выставки сейчас ждут посетителей? Пригласите какие-то ближайшие мероприятия, даты, может быть? У нас сейчас будет большое мероприятие. В рамках всероссийской акции «Мечты о космосе» мы не могли пройти мимо юбилейной даты. Это 60 лет полета Юрия Гагарина. Это великолепная и красивая дата. У нас есть экспозиция, посвященная космосу. Мы ее открыли два года назад, когда был юбилей Гагариной. Ему бы исполнилось 80 лет. И мы думали, что эту экспозицию мы сделаем и через какое-то время поменяем на что-то другое. Но она настолько оказалась востребованной, что она у нас осталась навсегда. Сейчас мы ее немножечко переделываем. Добавляются удивительные экспонаты. Мы познакомились с человеком, который собирает марки. И в том числе он дал нам для выставки свои марки, посвященные полету Гагарина, которые вышли в 61-м году. Ничего себе. Еще есть люди, которые собирают марки. Да. Поэтому это уникальные экспонаты. Они будут у нас показываться около трех недель. Их можно прийти посмотреть, потому что это просто уникальные вещи. Потом они уедут дальше показываться. Потому что, естественно, год такой юбилейный. И он будет у нас востребованный таким материалом. Ну и музей имеет в своей коллекции совершенно уникальные экспонаты, как ложемент и скафандр. А на уличной экспозиции у нас стоит капсула. Поэтому мы, можно сказать, тоже имеем отношение к этому празднику большому. Также будут представлены экспонаты. Это даже не то, что экспонаты. Это наша гордость. Так как музей сотрудничает со Старогородковской коррекционной школой, А также с клубом «Изумрудный город» детки с особенностями предоставили нам удивительные работы. Ну, работы детей – это всегда космос. Но детки, которые такие, скажем так, особенные, они видят по-другому. Они чувствуют по-другому. Они не видят фальши. Они ее сразу отсекают. Фильтруют. Фильтруют, да. И поэтому прийти и посмотреть эти работы тоже, мне кажется, будет интересно. Конечно, несомненно. Вообще, тут же хотелось задать вопрос. Я знаю, что музей, так же, как и библиотеки, это ведь не только экспонаты, книги, экскурсии. Это тесное взаимодействие и работа с жителями, с детскими организациями, с общественными организациями. У вас и конкурсы, и выставки, и вы ездите по разным городам. Ну, вот расскажите про эту работу, может быть, в ближайшее время что-то интересное проводится. Ну, музей – это вообще живой организм. Потому что если мы остановимся, мы перестанем быть интересными. Мы перестанем быть интересными и самим себе, и нашим жителям. Поэтому, конечно, мы все время и сами участвуем, и сами что-то организовываем для того, чтобы все время было какое-то движение. И вот, опять же, мы сейчас говорили об изумрудном городе. С ними мы сотрудничаем уже не первый год, и это не первый проект, который мы делаем. Сейчас идет конкурс для коррекционных школ и для коррекционных организаций, который посвящен экологии. Дети делают какие-то экспонаты. Ну, просто мы еще их не видели, мы их только… Они готовятся еще. Они уже готовятся, да. Это будет награждение в музее. Из, ну, вот, что называется, такой лозунг «Спасем планету». Да, вот «Спасем планету» и посвящено… Актуально, да, сейчас. Да, это вот ближайшее, то, что у нас будет. Мы стараемся сотрудничать с другими музеями. Мы сотрудничаем и со Звенигородским музеем. У нас в планах, конечно же, наш любимый Голицынский музей, посвященный Пушкину. Также московские музеи мы не обходим стороной. То есть сейчас у нас уйдут переговоры с музеем новейшей истории Москвы, потому что там у нас есть пересечения общие. Общественные организации, которые есть, по-моему, в Одинцовском округе, все у нас, так сказать, под колпаком. Мы со всеми сотрудничаем абсолютно. Начиная от долголетия, да, вот как бы от активного долголетия, ну и заканчивая любой совершенно как бы вот... Молодежная у нас организация прекрасная, Демос, которая помогала нам в эту зиму, в эти снегопады, когда завалила весь город, и, мне кажется, вообще всю страну завалила. И приходили ребята и просто помогали нам очищать дорожки. То есть мы такие устраивали мини-субботники, потом пили чай и радовались жизни. Вот, поэтому со всеми. Со всеми тесное, да, интересное такое сотрудничество. Мы открыты абсолютно для всех, потому что историко-краеведческий музей – это, собственно, музей про нас с вами. Ну и впереди, конечно же, летние каникулы у деток, у школьников. Есть ли какие-то мероприятия в летний период для детей? Что интересного? Запланировали мы много. Очень надеемся, что мы будем открыты, и, так сказать, всеобщее здоровье позволит нам всем спокойно, совершенно уйти на каникулы. Но уйти на каникулы не нам, сотрудникам, а уйти детям на каникулы. Мы готовим мастер-классы, мы готовим квесты, мы готовим экскурсии по новым нашим и по обновленным нашим экспозициям. Экскурсии у нас будут делиться по возрастным категориям, чего у нас раньше этого не было. То есть были адаптированные, конечно, экскурсии. Как общие, да? Да, общие. Но у нас не было разделения по возрастам. Теперь у нас будут такие вот по возрастам интересные очень будут экскурсии. Ну и, конечно, если говорить по опыту прошлых лет, мы с удовольствием принимаем лагеря. У нас есть возможность заехать на территорию на автобусе и сразу принять достаточно большое количество людей. Очень надеемся, что наши планы сбудутся, потому что, конечно, прошлое лето, вспоминая, когда была пустая площадь и не приехало за все лето ни одного автобуса, было очень грустно, до слез. Просто до слез. Да, мы тоже, конечно же, надеемся, что ограничения будут так же постепенно уходить, и все это будет останется в прошлом. Мы вынесем лишь положительный опыт, и музей откроет полноценно уже свои двери для всех горожан, посетителей, гостей города. И мы всех, конечно же, приглашаем в Одинцовский музей. Приходите и просим с пониманием относиться к тем ограничениям, которые пока еще существуют. Спасибо, что вы были у нас в гостях. Мы прощаемся с вами, увидимся в новых передачах на ОТВ.